Знаете, мы занимаемся политикой, и вот ездим частенько по регионам и раздаем атрибутику. Ну, маечки, кепочки, ручки, бесплатно. Вы бы увидели, что творится? То есть, бесплатно, халява. И берут, то есть, здесь уже такие ситуации создаются, что иногда думаешь, да елки зеленые, лучше бы за деньги это раздавали, и очень бы были гораздо меньше. То есть, ну, с другой стороны, мы как бы вот идем на такую вот позицию, как бы бесслатную раздачу, потому что не везде и не у всех есть деньги. Но что касается центра Москвы, парковок в центре Москвы, во-первых, я уверен, что большее количество, вот сегодня очень много подземных паркингов в центре столицы, пожалуйста, заезжай, паркуйся, но цен. Здесь имеет смысл все-таки поговорить с собственниками на снижение. Но, в конце концов, как бы ты его ни снижал, определенное количество на паркинге, место вот есть и больше не прибавится. И это центр, и все хотят приехать сюда, и все хотят бросить машину и погулять по магазинам. В любой европейской стране такое исключено. В цивилизованной стране, тем более в мегаполисе. Поэтому давайте хотя бы немножко, ну, урегулируем процесс посещения центра столицы страны, понимаете, там, где люди должны все-таки пешеходно наслаждаться красотами столицы, прелестями столицы. Вот, и чиновников вообще уберем отсюда. Вот, замкат, построим отдельный комплекс, все министерства разнесем по всей стране. Значит, и поймите, что бесплатная парковка означает, ну, это хаос. Это хаос. А платная парковка худо-бедно. Значит, какой-то порядок, какое-то определенное состояние автомобилиста со спокойствием на душе, что мою машину охраняют, она не брошена просто так, ее никто не эвакуирует. И в конце концов мы минимизируем количество автомобилей в центре, потому что иначе будет ступор. У нас и так транспортный коллапс. Поэтому финансовая составляющая является сдерживающим фактором для того, чтобы, а, давай поехали в центр, просто полазим по магазину. Пожалуйста, ездить в метро, в конце концов. Если вам так уж необходимо, приехать в центр. Не обязательно ехать, тем более Москва, она покрыта сеткой метро, метрополитена. Достаточно все, в любое направление сесть на поезд метро, и ты доедешь гораздо быстрее, раз в 10-15, а то, может быть, и в 100 раз быстрее, чем на автомобиле. Поэтому я не считаю, что это уж слишком большая проблема. Но по ценам можно договариваться, то есть по ценам можно с собственниками этих парковок все-таки решать вопрос. Но тогда пойдет снижение цены, когда их будет больше. То есть конкурентоспособность, она будет снижать стоимость парковочного места. То есть будет снижать. И сегодня, я говорю, проблем-то нет. Пожалуйста, паркуйтесь, прекрасные подземные паркинги на охотном ряду. Очень много торговых центров также их имеют. Ты, в общем-то, ну уж не сказать, что прямо втридорога. Но если ты на целый день приезжаешь, и если ты не ведомственный, как бы, ну я опять вот немножко удлиняюсь по ответу. То есть катастрофы в этом нет. Цивилизованная Европа так и живет. То есть человек либо платит финансы, чтобы погулять по центру, бросить машины, погулять по центру и по магазинам. Значит, либо садится на метро и ничего не платит, кроме как за проезд на одну-две поездки на метро. Что гораздо дешевле, гораздо спокойнее. Это все-таки центр страны. Центр России. Поэтому немножко нужно тоже с пониманием относиться к созданию парковочных мест.